Хосты Дело в том, что очень многие люди хотели бы иметь больше растений, но говорят, что у меня мало места И вы знаете, я для себя открыла вот эту возможность потрясающую сажать в горшки и растения ставить там, в тех композициях, которые тебе нравятся И в тех местах, которые на самом деле украшают эти растения Сочетая их между собой, сочетая в данном случае, если говорить про хосты Сочетая их с другими низкорослыми растениями, которые любят тень, потому что хосты это у нас тенелюбивое растение Хотя сейчас уже есть очень много сортов, которые прекрасно растут на солнце Вот здесь среди моих красавиц есть одна, Вельвет Мун, которая выдерживает солнечные лучи и не горит То есть вот эти вот композиции можно составлять и добавляя к хостам папоротники, гейхеры, злаки, любые почвопокровные растения Можно создать потрясающе красивые композиции И опять же, почему очень удобно хостам Вот эти все 20 штук, они будут пересажены Сейчас как станет чуть-чуть потеплее, я пересажу их в большие горшки, уже в теплице И там они будут ждать тепла И потом уже я буду выставлять их на их основное место А может и не основное, потому что моя цель посмотреть Где, в каком месте они будут себя прекрасно чувствовать Потому что бывает так, что посадишь и в середине лета ты понимаешь, что на нее светит солнце Она вся сгорела, это некрасиво, да И нужно выкапывать, нужно травмировать, она опять на новом месте приживается А вот в таком варианте в горшке это очень удобно Вы можете поставить в любом месте Их по рисунку скомпоновать Вот, к примеру, если, хочу, чтобы вы поняли о чем я хочу сказать То есть, к примеру, у меня вот есть такие картинки Это их картинки, да И не видя самого растения, можно посадить и несочетающиеся цвета Сейчас я уже могу, согласно названиям, высаживать хосты Сочетая их между собой, да, то есть создавая композиции И, к примеру, разбавляя такую композицию Насыщенного красного вишневого цвета гехерами Да, то есть я тоже их люблю, у меня их очень много Вот, различного вида папоротники, кочедыжники Можно сюда, да В этом году появится еще один красавец к хостам Бузульник с красными красивыми насыщенными листьями Баданы, да, то есть это растения, которые растут прекрасно в тени И в горшке можно поставить в любой уголок сада Можно поставить вдоль дорожек, вдоль забора Там, вдоль теплички Под стены дома И в любой момент перенести туда, где растению будет комфортней И если уже когда-то вы захотите пересадить на постоянное место Вот, то вы уже будете прекрасно видеть и понимать Что и куда можно посадить по сочетанию цветов Вы знаете еще какой интересный момент? Хосты, они все разные Разные высоты, да, вот допустим авокадо 60 на 90, да, а здесь вот 40 на 80 То есть тоже важно, если просто воткнуть в землю И посадить достаточно близко, как это зачастую бывает, да, мы не угадываем расстояние То авокадо, конечно, начнет накрывать рядом стоящую хосту меньшего размера И придется снова выкапывать и пересаживать Сейчас, первый сезон, они будут стоять в горшке И я буду прекрасно видеть и понимать Потом, значит, есть вот мелколистные Которые, они не фонтаном растут, не брызгами такими в разные стороны А стелятся по земле, вот на 45 сантиметров, да Она будет расползаться такими маленькими листиками, толстенькие, такие хорошие листики у Блу Стилтон Красивая очень хоста И, к примеру, если опять же рядом будет сидеть вот карнавал То есть здесь огромный крупный лист Здесь уже нужно будет очень хорошо соблюдать расстояние, сочетание цветов Кстати, сочетание очень хорошее, потому что вот у карнавала Сейчас рассказываю вам, сама вижу, да Рядом посажу обязательно, потому что у карнавала именно вот такого цвета серединка Когда хоста в горшке, очень удобно создать такие передвижные композиции И потом уже создавать композиции именно на клумбе Да, вот видите, такие вот красивейшие Sunset Groves, мелкая такая красавица, 40 сантиметров высотой У нее такой жесткий лист, она не занимает много места То есть вот их как раз надо компоновать И вот в горшках я это и буду делать Что касается на зиму, да, вот Velvet Moon Это хоста, которая растет на солнце Для солнечных мест бархатистые листья Очень красивая, такая, видите, каскадно спадающая Вот, занимает достаточно хорошее место, 80 сантиметров То есть тоже нужно думать, что рядом посадить Друзья, значит, по хранению сразу Я понимаю, что возникнет вопрос Как хранить? Вы знаете, прекрасно они хранятся То есть вот этот горшок Ну не этот, они будут в больших горшках Сейчас я их подращу чуть-чуть И пересажу в большие горшки И на зиму просто вот так же, где они будут стоять Их нужно будет положить Вот горшок просто вот положить вот так То есть вот таким образом я их буду складывать Можно будет присыпать там травой Но самое главное, чтобы они лежали Потому что когда оставить, если оставить хосту на зиму Да, вот в таком состоянии В горшке, значит, дождь, снег Здесь может, сюда может попадать вода Застаиваться И она подгниет и погибнет А когда мы ее перевернули То есть она прекрасно лежит Прекрасно хранится Весной подняли, срезали листики И она пошла снова расти И пожалуйста, вы можете переставить на какое-то новое место Другое И любоваться ими на протяжении всего лета Так же, когда сажаешь, нужно, конечно же, смотреть вот по фактуре листа То есть есть хосты, вот, как, к примеру, да Color Hulk Красивая очень хоста Ее даже сейчас видно Она еще вот малышка, да Немножко тут землей присыпалась Но какая она красавица И ее видно Она уже стремится вверх И у нее такие прямо стоячие листы Очень красивая хоста Но они все красивые Я даже, вот знаете, не Monster Eves Да, вот посмотрите, какая красавица Чашеобразные листочки Они такие вогнутые, жирненькие, толстенькие Невероятно красивые растения Которые украсят как раз вот тенистые места сада И создадут такое прекрасное, хорошее настроение То есть в плане зимовки я сказала По размеру горшка Да, то есть здесь тоже нужно будет определять То есть сейчас они вот подрастут еще месяц Посидят, то есть корневую шейку Когда мы сажаем хосты Корневую шейку мы ни в коем случае не заглубляем Да, она должна оставаться на поверхности То есть вот это вот место Где рождаются новые листочки Они должны находиться на поверхности Иногда люди мне говорят Вы знаете, Мария, я купил хосту, посадил Она у меня почему-то пропала Потому что заглубили, да Посадили очень низко в землю И она, бедная, не смогла пробить новый лист И именно поэтому они и погибают Значит, что касается земли В которой мы сажаем хосты В которой они любят Я беру перегной Я беру одну часть перепревшего У меня конский навоз Я все время покупаю только конский Перепревший Вот смешиваю с конским навозом И немного добавляю плодородной земли Прям чуть-чуть Но в основном как бы все это в перегной То есть хосты любят рыхлые, пушистые, воздушные Воздухопроницаемые Грунты Да, и вот именно в таких грунтах Будет она прекрасно себя чувствовать Когда мы высаживаем в горшок Вот для этой малявки Я возьму горшок чуть-чуть побольше Но не совсем большой Вот те, которые хосты Хрупновистные, высокие будут Соответственно, да У них и корневая система Более мощная, более мощно развивается То есть вот эти я уже буду сажать большие горшки Потому что за лето это уже будет большой полноценный куст Красиво цветущий И поэтому нужно обязательно Ну, кстати говоря Если вдруг вы посадили Горшочек оказался маленький Не беда Путем перевалки это никакой Вы не травмируете ни корневую систему хосты Ничего Вы просто аккуратно вытаскиваете из одного горшка И переваливаете в большие Добавляете земли И она прекрасно продолжает расти дальше Вот прекрасный просто вариант Для посадки растений Как и, собственно говоря Кто смотрит мои видео Вы видели, да Что я уже крупнолистные гортензии свои Выкопала на даче У меня в теплице сейчас стоят Рододендроны в горшках Вот прекрасно перезимовали Даже несмотря на то, что в теплице Температура понижалась Когда на улице было там минус 18 Да, в теплице вода замерзла Но рододендрон прекрасно перезимовал Почки все живые То есть все больше и больше хочется Вот именно в горшках И создавать в своем саду Невероятно красивые композиции Невероятно красивые уголки Где можно взять стульчик Сесть, посидеть и отдохнуть Прекрасная красавица Вот там фрост Хоста Блум айвори Они вот пока малышки Они как бы похожи Потом они начнут различаться Ну и другие Да, вот есть очень красивая Авокадо Очень красивая хоста Гоакамоле С красивым таким большим листом У нее Сейчас нехватка еще и света Потому что никак тепло не наступит Весна не придет Но когда она Разрастется Гоакамоле Знаете, цвет такой Зеленого яблока Насыщенного Очень красивая хоста Очень Ну, в общем-то, да Я показала вам уже картинки И показала своих малышей Которые вот растут Прекрасно себя ощущают И чувствуют И рекомендую вам Воспользоваться моментом Таким, что Если у вас маленькая территория Небольшой сад Но очень хочется посадить Что-то красивое Теперь вы знаете Что можно сажать Это все в горшки Ну, соответственно Следить за поливом Да, потому что Когда хоста сидит в земле Она, в общем-то Не очень-то требовательная К воде рядом что-то поливаете Особо как-то не замечали А когда в горшке Конечно, нужно будет следить Чтобы земля не пересыхала Но в основном Они, конечно же, очень устойчивы Да, еще очень важный момент Когда они растут в горшке Их не едят слизни То есть, если у вас есть такая проблема Вот, посадить хосту в горшок Это решение проблемы Ну, лучше, конечно, побороть слизней Друзья, на сегодня у меня все Если понравилось видео Не забудьте поставить лайк Поделиться с друзьями И я жду вас снова На своем канале На сегодня говорю вам До свидания До новых встреч С вами была Мария Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин